Нужны бесплатные орлы? Да без проблем! В описании под видео переходи по ссылке, устанавливай приложение, откидывайся на диване и выполняя простейшее задание, забирай голду. Не забудь правильно указать свой аккаунт. Можешь еще мой код ввести для бонусов, ну или же сгенерить свой для друзей. В общем, дерзай. Приветствую, друзья. Ну, собственно, вот, вышел патч, совершенно неожиданно 1.95, Северный ветер, ничего улитки заранее не сказали, обзорчики также спохватились, как и все остальные игроки. Ладно, первая машина, на которой я решил сделать быстрый обзор, ну, я признаюсь, да, много боев не откатать, потому что актуально сделать именно сегодня. Тем не менее, это быстрая АМЛ-90. Французская техника. Решил начать с нее, потому что она близка мне по духу. Я вообще обожаю легкие, уязвимые, но крайне опасные по вооружению машины, типа М18 и вот как раз АМЛ-90, вроде как соответствуют тем самым ожиданиям. И понятное дело, что здесь не нужно изобретать велосипед, чтобы понять, как на ней играть. Вы это все прекрасно знаете. Единственная разница, в отличие от большинства подобных машин, то, что здесь все-таки колесная база, то есть она ближе, наверное, к каким-нибудь итальянцам, которые любят на колесах погонять. То есть скорость заявлена на 90 с лишним километров в час максималка. Понятное дело, ни за что вы не разгонитесь до такой скорости. Я пытался, но не смог. На трассе по шоссе 60-65 километров в час, на большие просто нет времени для разгона, а когда съезжаете с шоссе, то скорость будет, ну, примерно 46-45. Тут тоже от условий зависит, потому что не дай бог попасть на зимнюю карту. Давайте даже сейчас вам покажу, что такое попасть на зимнюю карту на МЛ-90. Это унижение, когда рядом с вами подымается в холм какая-нибудь 44-ка и смотрит на вас таким взглядом, спокойно обгоняя при этом. Ну, мол, какой-то нищеброд не смог себе накопить на нормальный танк, но просто она не попадала с нами с нормальными картами. Блин, она не знает, насколько мы способны. Просто зимние карты это практически неиграбельно для такой колесной техники. Здесь наша МЛ-90 почти не едет. Точку уже захватывают, а я все еще пытаюсь с респауна нашего выехать. Вы представляете, насколько все плохо? А если все-таки каким-то чудом добрался, появятся обязательно какие-нибудь союзники-аутисты, которые постараются вам испортить бой. Ну вот хоть убейся, не знаешь, как на этом играть. Ладно. Хорошо, с зимними картами понятно. Здесь просто дело случая. Может быть вам повезет, вы перестреляете кого-нибудь тигра, с одним фрагом уйдете с этой катки и слава богу. Если будут другие погодные условия, то подвижность, конечно же, станет явно лучше. Но есть же и другие вопросы. Например, если эта машина попадает под огонь противника, она не выживает. Ни разу такого не было, чтобы меня не заваншотили. Тут всего лишь три члена экипажа. Брони нет, они сидят плотно друг к другу. И вот хоть убейся, что пулеметы, что авиация с помощью пушек обычных 20-х или опять же тех самых пулеметов с чего угодно, она постоянно моментально сливается. Но здесь, наверное, никого я не удивил. Многие машины подобного класса будут иметь примерно похожую живучесть. Но вот боеприпасы – это отдельная тема. Самый главный наш снаряд – кумулятивный. И перезарядка шикарная с асами. 6,7 секунды для боевого рейтинга. Кстати, тоже 6,7. Интересно, улиточки подгадали? Ну и, собственно, думаешь, отлично. То есть, можно нагибать, но не тут-то было. Вы же знаете, как с кумулятивами бывает. Вот сейчас, смотрите, едет пантера. Я уже навелся. Думал, это изи фраг. На! Что сейчас произошло? Перематываю, смотрю внимательно. Вылетает снаряд и почти моментально взрывается. А в воздух? Вот такие моменты вообще непонятны. Я, конечно же, ожидал, что там какие-нибудь кустики будут его останавливать в заборчике. Это же кумулятивный снаряд. Но чтобы уже воздухом его там сносило, это, конечно же, извините. Может быть, я не знаю. И пантере завезли КАЗы, какие-нибудь системы активной защиты. Она там перехватила мою кумулятивную струю. Очень, в общем, сомнительный момент. Но ладно. В других ситуациях машина показала себя явно лучше. Например, на Берлине, где получилось неплохо так навалять. Ведь если враг не ожидает и получается сделать ту самую крысиную тактику, когда обошел очень быстро по флангу за счет хорошей местности, где машина выдавала приличные скорости, а противник в это время и половины пути не проехал, минус два спокойно в борт сделать можно. А то и лучше. Хотя я не берусь заявлять про то, что у кумулятивных боеприпасов хорошее заброневое. Не раз было, когда я вот, смотрите, борюсь без мост, я вижу противника, который появляется левее, быстрее, перевожу на него там 25 градусов в секунду, скорость поворота башни, ствол, отправляю снаряд первым, но, к сожалению, лишь механик-водитель. И, знаете, вот проблема данного кумулятивного боеприпаса, то, что вот не очень хорошее заброневое воздействие, особенно плохо это все работает с танками, у которых приличный такой объем внутри, да, и члены экипажа далеко друг от друга. Такие машины можно быстро забирать только при попадании в БК, но, к сожалению, и оно не всегда детонирует. Именно поэтому, ну, как-то прям грустно. Каморные снаряды явно лучше. Но ничего не попишешь, не дали. На всякий случай подчеркну, что кумулятивный снаряд единственный боевой, и он доступен сразу со стока. Но самые яркие моменты, когда техника попадает на реально огромную карту, и желательно не зимнюю, и вот здесь, например, на Можино, очень здорово проявляется ее скорость. То есть, чем больше приходится конкурировать с противником в плане пройденного пути, тем больше она выигрывает, по сравнению со своим врагом. Соответственно, вот смотрите, точку наши ребята забрали, враг только-только начал за нее бодаться, а я уже у них под боком начинаю накидывать в борт. И самое интересное, там еще арт-удар работает, они не до конца даже поняли, что их разваливают с борта. Понимаете, насколько это была неожиданная атака со стороны французика этого мелкого. Так что здесь скорость сыграла свою очень решающую роль. Ну и, в принципе, как видите, ваншоты приличные такие летят, потому что в БК попадаю, и вот я еще раз похвалю, кстати, хорошие эффекты взрыва. Но за тот воздушный прикол с кумулятивом я разработчиков еще не простил. Конечно, я сказал еще практически в начале, что это техника для крысиных тактик, для обхода, для партизанства, но бывают моменты, что по-другому никак придется бодаться с противником в лоб. В данном случае, конечно же, стоит ждать выстрела противника по какому-то из союзников, чтобы вот именно в этом размене все-таки показать всю мощь вашего кумулятива. Но как бы я скептически к этому кумулятиву не относился, который вроде как нестабилен, иногда он хороший, иногда ужасен. И вот сейчас вот на пустынной карте, где, кстати, техника достаточно хорошо и быстро гоняет, кумулятив сработал добротно. Отвечая на главный вопрос, достойна ли эта техника прокачки, я скажу достойна. Если же спросите, лучшая ли она на своем боевом рейтинге в классе быстрых партизанских машин, я бы несколько раз подумал. Не могу ее вынести на первое место, потому что конкуренция суровая, и это покажет, возможно, время. Общая статистика, насколько игроки будут на ней нагибать, потому что даже мое мнение может быть субъективным. Если посмотреть мою статистику, я же вам, как всегда, лучшие бои загонял, как и все обзорчики, то, соответственно, вы увидите результативность, ну, где-то один к одному. Но, опять же, это при условии, то, что и вот такие форс-мажоры были, я влетал как сумасшедший, я не крысил никаким перил практически ни разу. Все время рисковал задницей этой техники. То есть, с этого ракурса можно сказать, что она хорошая, но имбой точно не назвать. Посмотрим, как дела будут обстоять у вас. На этом все, друзья. Пишите что-нибудь об этой технике, и вообще о патче. Жмите, поддерживайте, комментируйте, и пользуйтесь ссылочкой в описании под видео, если в этом есть необходимость. Всего вам самого лучшего, а я пошел пилить следующий видос о новинках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok